Я рад, что вы снова с нами. Сегодня мы завершаем серию проповедей, созданных для понедельников. На прошлой неделе мы говорили о том, что чем бы вы ни занимались, учились, воспитывали детей или работали в офисе, вы должны делать это как для Господа, так будто бы мы работаем на Бога. Для Бога важно, как и почему мы работаем, потому что Он имеет особое предназначение для каждого. Понедельник никогда не был простым, но с годами стало еще хуже. Помню доброе старое время в старших классах. Иногда мне так хочется вернуться туда-назад. Понедельник, можно тебя на минуточку? Да. Буду с тобой предельно честна, у тебя ничего не выходит. Думаю, этот предмет не для тебя, я стала учительницей, потому что хотела менять умы следующего поколения. Но когда я вижу, как ты сидишь и просто смотришь в пустоту, вся моя любовь к этой профессии сразу же покидает мое тело. Думаю, тебе следует перевестись и выбрать вместо этого какой-то другой факультатив. Но английский — это ведь обязательный предмет, не так ли? Точно. А может, я поставлю тебе пять, и мы скажем, что ты прошел всю программу? Вот и хорошо. Стейси, я хотел узнать, не пойдешь ли ты со мною на выпускной бал? О, как это мило! Ты такой симпатичный, но я не могу пойти с тобой на бал. Я уже иду с субботой. Привет, детка, пойдем после школы на мороженое? Конечно, в понедельник приглашал меня на бал. А вот почему он такой хмурый. Да, но это было очень мило. Как скажешь. О да, старые добрые времена. Как вы, церковь? Мы продолжаем изучать тему, созданную для понедельников. Идея в том, чтобы не позволить миру формировать наше мышление. Мир страшится понедельников. Они превратили понедельник в день сетований. О, мол, снова понедельник. Снова на работу. Мы даже пишем об этом песне. А выходные просто супер. Мы их обожаем. На выходных мы можем расслабиться. Там нас ждут совсем другие дела. Мы можем поспать подольше, погулять, спать в церковь. Это прекрасно. Но Библия говорит, что мы были созданы не для того, чтобы роптать. Откуда мы это знаем? Вы были созданы по образу Творца. Вы были созданы по образу Творца для того, чтобы творить. Вы созданы по подобию самого Бога. Бог творил и создавал, а потом взял человека, поместил его в сад и сказал обрабатывать его. Вы созданы по образу Творца, чтобы творить. Вы устроены так, чтобы работать. Наш ключевой стих находится в послании к римлянам. Переводим послание, 12 глава. Иногда я выбираю другой перевод, чтобы увидеть известный мне отрывок в другом свете. Здесь сказано в первом стихе. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали с Божьей помощью. Возьмите вашу обычную повседневную жизнь, ваш сон, питание, хождение на работу и другие аспекты жизни, и положите ее перед Богом как жертву. Возьмите вашу обычную повседневную жизнь. На этой неделе не произошло ничего особенного. Я положу все это перед Богом как приношение. Если вы сделаете это, то будете жить иначе. Так ваша обычная жизнь обретет необычное предназначение. Вас больше не будут кидать из стороны в сторону разные условия. Сказано, что ваша жизнь изменится, потому что вы сделаете заявление, что живете с целью и предназначением. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на жизнь Иосифа. Вы слышали выражение «Бог Авраама», «Исаака» и «Иакова». У Авраама родился Исаак. У Исаака и Иаков, у Иакова было 12 сыновей, и один из них — Иосиф. То есть можно сказать, что это Бог Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. В Библии черным по белому написано, что из всех детей Иаков любил Иосифа больше всех. Это не очень хорошо. Он был любимым ребенком. И чтобы все знали, что он любимчик отца, отец подарил ему цветные одежды. Ученые говорят, что это не просто разноцветный халат, а больше похоже на то, что на свадьбу надевала невеста. «Иосиф, приди в себя, ты не можешь такое носить». Но он продолжал носить этот наряд. И сказано, что братья ненавидели его и не могли сказать о нем ничего хорошего. Вдобавок, Иосиф был мечтателем, и ему снились сны о том, как однажды вся семья поклонится ему. Он рассказывал им об этих снах, и их это достало. Поэтому однажды братья избили его, бросили в яму и планировали, как его убить. Пока они думали, как это сделать, мимо проходил караван работорговцев. И они продали его работорговцам. Так Иосиф попал в Египет, где его выставили на базаре и продали человеку по имени Патифар, начальнику армии фараонов. Начнем читать с этого момента. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа». Как много сказано в этих нескольких стихах. Представьте себе эту картину. Иосиф — любимый и избалованный ребенок, который, возможно, ни дня не работал. Он постоянно мечтал о том, кем он станет и кем будет заниматься. Но вдруг его мечты превратились в кошмар. Он попал в чужую землю, где он не знает ни языка, ни обучаев. А еще он стал рабом в доме человека по имени Патифар. «Если бы я был на месте Иосифа, то у меня началась бы депрессия. Боже, что происходит? Как ты мог такое допустить?» Но посмотрите на 2-й и 3-й стихи. «И был Господь с Иосифом и увидел Господин его, что Господь с ним». Вы должны понять, что Бог с вами, даже если вы не видите Его. Господь всегда рядом. Сегодня, завтра и третьего дня. Когда вы попадаете в ситуацию, в которой не можете понять, что происходит, и куда делся Бог, Он рядом, даже если вы Его не видите. Я гарантирую вам, что Иосиф не видел Бога, когда Его бросили в яму. Сидя в яме, он не думал, «Все будет в порядке». Нет, Иосиф чувствовал себя одиноким в той яме, но Бог был рядом. В этой истории мы неоднократно читаем о том, что Господь был с Иосифом. Он не любит Иосифа больше вас, а значит, что он и с вами всегда рядом. Вы можете чувствовать себя одиноким. Возможно, в школе или на работе у вас нет друзей, и вам кажется, что вы брошены, но Бог пообещал никогда не оставлять вас. Другие люди могут бросить вас, но Бог никогда так не поступит. В притчах сказано, что он друг, который ближе брата. Возможно, вы никогда не поймете, почему оказались в той или иной ситуации, но вы должны знать, что Бог проходит все это вместе с вами. Запишите. Бог обещает свое присутствие, а не объяснение. Может, сегодня вам это не нужно, но придет время, когда вам это пригодится. Господь, почему так произошло? Объясни мне, почему? Он никогда не обещал рассказать вам, почему. Но он обещал всегда быть рядом. Я буду с тобой. Будешь проходить через огонь и не обожжешься. Будешь проходить через потоп, и они не унесут тебя. Я Господь, Бог твой. Я держу тебя в своей руке. Библия говорит, что Бог не только с вами, но и за вас. Он трудится за кулисами для вашего блага. Если вы знаете эту историю, то знаете, что Иосиф даже оказался в тюрьме. В тюрьме он познакомился со слугами фараона и истолковал им сны. Это привело к тому, что его позвали истолковать сон фараона. Потому что никто другой не мог этого сделать. Сон был о том, что после семи лет изобилия будут семь лет голода. И фараон назначил его главным в подготовке к голоду. За всем этим стоял Бог. И так Иосиф принес благословение всему народу. Так были спасены многие люди, в том числе семья фараона. И в самом конце истории, когда его братья переехали в Египет, послушайте, что Иосиф сказал своим братьям. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Сегодня утром я молился, готовясь к проповеди, и Господь сказал, «Тот, сегодня в зале будут люди, которым причинили зло». Вам причинили зло, которое невозможно простить или оправдать. Но если вы доверяете Богу, то, что они замышляли как зло, Бог использует это в добро. Мы верим тому, что сказано в послании к римлянам, в 8 главе, 28 стихе. «Для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно его замыслам, он все обращает во благо». Итак, если вы любите Бога и призваны по его замыслу, то он все обратит во благо. Иосиф сказал, «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Но заметьте, что Иосиф не знал этого, когда был в яме. Тогда у него не было этого откровения. Слово Божие дает нам откровение, поэтому если вы сегодня в яме или в сложной ситуации, то вы можете держаться за Божие обещания. Я назвал эту проповедь, чему следует научиться у Иосифа. Ну, во-первых, будьте верными на данном этапе. Куда бы Бог не поместил вас сейчас, будьте верны там. Может, это ваша работа или ваша ситуация. Но где бы вы ни были на данном этапе своей жизни, будьте верны там. Возможно. Вы не хотите быть там. Но как бы там ни было, будьте верны там. В Библии часто повторяется один и тот же принцип. Если Бог видит, что вы верны в данном этапе, то переводит вас на следующий. Если вы верны там, где вы сейчас, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы верны там, где вы сейчас, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть, но вам нужно быть верными. Если вы неверны в яме, вы никогда не попадете во дворец. Даже Иисус говорил об этом в Евангелии от Луки 16 главе. «Верному в малом будет доверено больше». На работе это означает, что вам нужно браться за задание, которое никто не хочет делать. Когда все опускают голову, вы говорите «Я это сделаю». Вы подходите к этому, как Иосиф, и делаете все наилучшим образом. Вы моете тот туалет так, будто бы это самая важная работа в мире. Если вы ученик или студент, то вы делаете домашние задания и рефераты так, что учитель не может поверить, насколько это круто. И вы делаете так не для того, чтобы впечатлить их, а потому что понимаете, на кого вы работаете. Вы делаете это не для них, а для Бога. Вы работаете на Бога. На прошлой неделе мы рассматривали послание Колоссиным, 3 главу. И в 23 стихе сказано так. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Если вы сидите дома с детьми, то, служа своей семье, вы на самом деле служите Иисусу. Я не говорю это пренебрежительно по отношению к вашему работодателю. Якобы вы на него не работаете, и вам не важно его мнение. Пастор тот говорит, «Да пошел ты со своей работы, потому что я работаю на Иисуса». Пожалуйста, не делайте такого. Правда в том, что если вы работаете на Иисуса, то вы усердно работаете. Если вы служите Иисусу, то работодателю будете служить так усердно, как никогда. И тогда он подумает, «Мне нужно побольше таких людей в моей команде». Не знаю, что с ними такое, но мне нужно побольше таких. Лучшими работниками должны быть последователи Христа. Если вы верны на данном этапе, то Бог переведет вас на следующий. Бог может обратить ваши глубочайшие разочарования, величайшие возможности, если вы Ему позволите. Также обратите внимание на то, что его работа была далеко не духовной. Он не делал ничего святого. Он был рабом, работающим на язычника. Он даже не работал на христианскую организацию. И он не кормил голодных и не заботился о бедных, а просто убирал и занимался делами. Но Бог использовал все эти возможности, все дары и таланты, чтобы принести жизнь, надежду и благословение людям. То же самое Бог желает делать и с вами. Он хочет использовать ваши дары и таланты, ваше рабочее место, чтобы принести благословение вашему окружению. И даже вашим коллегам и вашему работодателю. Но для этого от вас требуется нечто иное. Через несколько глав Иосифа оклевещут и бросят в тюрьму. И когда он попадет в тюрьму, все о нем забудут. Когда люди ранят нас, мы поглощены этой болью. Но Иосиф был не таким. Иосиф стал служить людям. В 40-й главе сказано, что он стал служить другим. Он заметил, что они опечалены, и спросил, что случилось. Он заботился о людях. Не будьте зациклены на своей боли настолько, чтобы упустить из виду возможности, которые Бог ставит перед вами. Он поместил вас куда-то для людей. Вы знаете, на вашем жизненном пути ежедневно встречаются люди, с которыми Бог желает говорить, но они не читают Библию. Бог желает говорить с ними, но они не умеют молиться. И знаете, что он сделал? Он поместил их на вашем пути, чтобы вы направили их к Иисусу. Павел писал, что Бог дал нам с вами служение, примирение. Мы призваны примирять людей с Богом. А затем он пишет, мы полномочные представители Христа. И в нашем лице сам Бог обращается к людям. То есть, Он использует вас, чтобы достигать людей. Это именно то, что я вижу в Библии. Бог использует одних людей, чтобы достигать других. Когда Бог хотел достичь Ниневию, Он послал Иону. Он послал не армию ангелов, а Иону. Когда Бог хотел достичь Рима, Он послал Павла. Бог использует одних людей для достижения других людей. А когда мы понимаем, что Бог желает использовать нас, то проходим наши понедельники с другим отношением. Мы говорим, Бог, используй меня. Так было с женщиной из нашей церкви по имени Вероника. Пожалуйста, послушайте ее историю. Почти восемь лет назад меня взяли на работу в одну компанию. Я работала помощником администратора. Мою начальницу звали Ванесса. Работая на нее, я поняла, что у нее нет отношений со Христом, и она не знает Господа. В тот период я устала от обыденной жизни и принимала ужасные решения. У меня было много знакомых, но я чувствовала себя очень одинокой. Со временем я поняла, что могу лишь молиться за нее и просить Дух Святой о помощи. Она никогда не осуждала меня. Я никогда не чувствовала осуждения. Она всегда была любезной и сострадательной. Однажды я говорила о собрании, которое планировалось в нашей церкви, и Ванесса услышала этот разговор. Я спросила, о чем это ты там говоришь? Звучит интересно. Можно мне пойти? Да, давай встретимся и пойдем вместе. И так мы пошли. Я была очень рада. Проповедь была классной. Все были очень дружелюбными. Потом она спросила, можно ли прийти еще раз. И во второй раз она приняла Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Через пару недель моя сестра приняла Христа. Она тоже присоединилась к домашней группе. Мы начали служить вместе. Три или четыре года спустя наши родители приняли Христа. И теперь они служат, возглавляют разные служения. И если бы она не молилась о водительстве Духа Святого, то я не была бы той, кем я сегодня и являюсь. Бог использовал нашу семью, чтобы повлиять на наших многочисленных родственников. И это удивительно. Все наши разговоры, все молитвы за людей, с которыми мы работаем, имеют вечное влияние. Я благодарна ей за послушание Богу и смелость говорить Евангелие в любом месте. Я действительно очень благодарна. Классно, не так ли? Как вы видели, Вероника сказала, что все наши разговоры и наши молитвы имеют вечное влияние. Вы знали, что на работе можно молиться? Да, тот, у нас на работе молиться нельзя. Можно. Я не говорю о том, чтобы говорить, «Идите все сюда, сейчас мы будем молиться. Давайте возьмемся за руки. У Боба проблемы в семье. Давайте за него помолимся». Нет, речь совсем не об этом. Вы можете молиться, пока печатаете, пока готовите отчет, пока идете на встречу. Вы можете сказать, «Господь, дай мне мудрости и понимания, чтобы я знал, как ободрять моих коллег. Используй меня, потому что я работаю на тебя». Во-вторых, Иосиф хочет, чтобы вы знали, что Бог должен быть на первом месте. Если вы хотите видеть Бога в вашей жизни, то Бог должен быть на первом месте. А вы знали, что Бог не желает входить в топ-5? Его не устроит даже топ-2. Бог должен занимать в нашей жизни первое место. Многие из нас просто пытаются добавить Бога ко всему остальному. Мы очень заняты и думаем, «Бог, скажи спасибо, что я вообще пришел сегодня». Но Бог не желает, чтобы его просто добавили ко всему остальному. Он желает быть на первом месте. Первое — заповедь Бога. «Да не будет у тебя других богов передо Мною». Бог желает быть с первой любовью. Конечно же, у нас в жизни есть и другие вещи, и другие заботы. Но он желает занимать первое место. А когда мы помещаем его на первое место, то все остальное становится на свои места. В жизни Иосифа Бог был на первом месте. Хотя он был вдали от своего народа и не имел возможности поклоняться Богу, но Божие благословение было на его жизни. Помните эту историю? Когда жена Патифара запала на Иосифа? Библия говорит, что он был симпатичным парнем. Он входил в сотню самых красивых людей Египта, был на обложке журнала People и так далее, и миссис Патифар заметила его и начала к нему приставать. Она пыталась заманить его в свою спальню. Он сопротивлялся как мог, а потом сказал, «Как я могу сделать такое зло и согрешить против моего Бога?» Видите, для него Бог был на первом месте. Божья истина и Божьи принципы направляли его. Он не рассуждал долго. Он не думал, «Хм, я вдали от дома, никто об этом не узнает». Родители об этом не узнают. Может, Бога это вообще не волнует? Он не пытался оправдаться, говоря, «Может, в Египте все так живут?» В Египте нужно жить как египтянин. Он не делал ничего подобного. В его жизни Бог был на первом месте. Что же это означает для нас? Означает, что мы должны поместить Бога и Его истину на первое место, чтобы Божьи слова и пути направляли наше пути. Когда общество говорит, что нужно идти в этом направлении, а Слово Божие говорит иначе, то я выбираю Божий путь. А вот что это означает. Библия говорит, что Божьи пути приносят жизнь, они не тяжелые. Бог — это не много нет, а большое «да». Бог — это вечная жизнь, и жизнь с избытком уже сегодня. Это означает говорить «да» Богу и Его путям. Если вы занимаетесь бизнесом, это может значить, что вы зарабатываете от соглашения не так много денег, потому что у вас другие принципы. Вы не пытаетесь найти обходные пути или обмануть кого-то. Вы живете правильно и порядочно. Вы живете не так, как вам удобно, а так, как правильно. Если вы студент или ученик, то это означает, что все вокруг могут обманывать, исписывать, а вы даже не смотрите на шпаргалку, боясь превратиться в соляной столб. Нет, я не буду смотреть на это. Это могут делать все, но вам не нужно это делать. Вы не все остальные. На вашей жизни Божья рука и Божие призвание. Библия говорит «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его делом, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». А вы должны быть другими. Павел писал в церкви Филиппах, «Только живите достойно, как граждане небес». «Несмотря на все, чем вы можете быть заняты, живите как граждане небес». Это значит, что мы живем здесь, но наше место не здесь. Именно поэтому у Иосифа все получилось. Он жил в Египте, но знал, что ему там не место. Надеюсь, вы живете с осознанием того, что все, что вы делаете, имеет значение. Так ваши понедельники станут шедевром. Бог желает использовать вас прямо там, где вы сейчас. Поэтому я не буду просто тащиться по жизни, а буду слушать Дух Святой. Так моя жизнь превратится в приключение. Когда вы живете именно так, то ваша обычная повседневная жизнь перестает быть обычной. Понедельник превращается в миссию. Работа превращается в радость. Вы находите свое предназначение там, где вы сейчас, и живете с этим чувством. Делая так, вы заходите дальше, чем вы могли подумать. Иосиф дошел дальше, чем он мог подумать. Он знал, что Бог будет использовать его особенным образом, но он даже представить не мог такого исхода. Такого он не ожидал. И когда мы живем так, мы видим, какой может быть конец. Иосиф благословил миллионы людей. Их жизни были спасены и благословлены. Его жизнь стала благословением для его семьи и родных. Они все переехали в Египет, и фараон отдал им лучшую землю. Хочу завершить двумя решениями, которые вам нужно принять. Нам с вами нужно принять эти два решения, которые пришлось принять Иосифу. Если мы хотим видеть Бога, Его благословение и в яме, и во дворце. Во-первых, примите решение быть верным на данном этапе. Где бы вы ни были сейчас, просто скажите, «Бог, я буду верен там, где я сейчас». И, возможно, вы сопротивляетесь и пытаетесь отстраниться, но скажите, «Бог, я буду делать все на лучшем уровне, а ты переведешь меня на следующий этап моей жизни». Во-вторых, примите решение поставить Бога на первое место в жизни. Это послание для всех нас. Бог создал нас по своему образу, чтобы творить и работать. Он имеет цель для каждого из нас. И Он архитектор этой цели и предназначения в нашей жизни. Жизнь с вечным влиянием, которая благословляет вас и тех, кто вокруг вас. Это жизнь, в которой Бог на первом месте. Я хочу помолиться за тех, кто решил пойти на этот шаг сегодня. Поставить Бога на первое место. Бог зовет вас из тьмы, из глубокой ямы, потому что, как и в случае с Иосифом, враг замышлял зло, а Бог обратил это на добро. Так вот, давайте помолимся. Дорогой Иисус, ты нужен мне. Войди в мое сердце. Прости мне все мои грехи. И сделай меня новым человеком. Я обещаю каждый день из всех сил и от всего сердца следовать за тобою. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я так рад тому, что вас ждет впереди. Вы не должны быть одни. Найдите нас в интернете, узнайте наш адрес и расписание наших собраний. Божьих благословений и до скорой встречи. Продолжение следует...